МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улучшение внешнего облика территории, ремонтные работы, озеленение, видение сбалансированной градостроительной политики – главные приоритеты. Мы в этом году 104 тысячи квадратных метров асфальтировали в дворовых территориях. 104 тысячи квадратных метров. Двор для любого жителя многоквартирного дома – это как минимум самое часто посещаемое общественное пространство. Утром на работу, вечером с работы. И, к сожалению, у нас дворовые территории, будем называть вещи своими именами, во многих домах они с 60-х, 70-х годов не ремонтировались, как были построены. Это вводило сложности в проведении каких-либо активностей в дворовых территориях. Людям просто негде общаться, выходить. Детишкам играть негде, взрослым выйти на лавочки посидеть негде. С этой точки зрения современная дворовая территория – это в первую очередь общественное пространство. Это то, где мы позволяем людям проводить активности, встречаться, общаться, дружить. Дружить с семьями, квартирами, подъездами. И поэтому это первая функция. Вторая функция – это, безусловно, элементарное благоустройство города. Это меньше грязи и пыли будет в городе. Потому что выпал дождь, грязь вся со дворов выкатывалась на магистральные улицы, на квартальные улицы. Поэтому чем больше мы дворов отремонтируем, тем меньше будет пыли и грязи на улицах. 2022 год для Якутска является вторым годом в рамках трехлетия года благоустройства. По реализации программы «Трехлетие» в этом году достигнуты высокие результаты. Проведен ремонт по 75 адресам дворовых территорий. В 2021 году отремонтировано 15 дворов. Общая стоимость финансирования по программе составляет 669 миллионов рублей. Я считаю это очень хороший результат. Все это удалось достичь благодаря реализации на территории города Якутска программы «Тысяча дворов на Дальнем Востоке», программы «Мой двор», программы «Илдархана» республиканская и наше трехлеткое благоустройство. Второй год ведется строительство спортивных воркаут-площадок. Они появляются в каждом округе столицы. Город ставит четкие задачи – за пять лет построить 75 уличных спортивных площадок. В инициативе главы города Евгения Николаевича Григорьева была создана под программу организация спортивных воркаут-площадок на территории городского округа города Якутск. В 2021 году у нас обустроено 15 спортивных воркаут-площадок на всех территориальных органах управления. В 2022 году у нас обустройство 12 спортивных воркаут-площадок. Здесь у нас, получается, идея заключалась в том, чтобы были некие центры притяжения для населения, чтобы люди могли заниматься доступным спортом. Это альтернатива сегодняшним оплатным фитнес-клубам. Конечно, вот эти воркауты, они очень полезны для детей, взрослых. И поэтому, когда видишь, что ребята играют, это все тоже здорово. Заказчикам они предоставляют дизайн-проект, поэтому мы уже делаем. Здесь люди имеют возможность отдыхать, знакомиться, общаться. Также здоровый образ жизни всегда решает целый спектр социальных проблем. Вообще, я считаю, что это очень замечательная площадка, потому что развитие спорта очень важно среди молодежи. И в целом это хорошее приведение времени, допустим, после уроков, либо, не знаю, даже когда просто гуляешь и видишь, что рядом со своей школой есть такая спортивная площадка. Очень отрадно, что администрация нашего города в этом году оборудовали такую современную воркаут-площадку. И вот после того, как поставили нам эту воркаут-площадку, еще летом, да, мы заметили, что наши дети начали здесь проводить время. После уроков приходят здесь, играют, общаются, бегают. Конечно, после долгих дистанционных месяцев обучения это дает только самый положительный эффект. Все лучшее детям. Детские площадки в городе строятся в рамках программы благоустройства дворовых территорий. 75 дворов – это весь город, в том числе пригороды. В следующем году работы продолжатся в 50 дворовых территориях. Сейчас прорабатывается список, вносятся корректировки. Конечно, оценивается текущее состояние. За этот сезон мы проехали уже порядка 40% дворовых территорий вообще города Якутска, которые будут благоустроены в 2023 году и в 2024 год мы тоже охват уже начинаем производить. В этом году наша организация производила работу по 16 кварталу по благоустройству дворов. Всего было 22 адреса. Это комплекс, получается 8 комплексов. На наших дворовых территориях около 10 детских площадок. Там для детей младшей группы и старшей группы от 14 лет. Реализация программы благоустройства была бы невозможна без активного участия неравнодушных жителей города, которые искренне хотят видеть свой родной город красивым, комфортным и безопасным. Нам здесь очень нравится. Здесь комфортно, безопасно. Дети могут играть хоть весь день. Спасибо за детскую площадку. Мы очень рады. Мне очень понравилась новая площадка. Я здесь играю со своими подругами и нам здесь все очень нравится. Четвертый год в столице реализуется национальный проект безопасной качественной дороги. По нацпроекту в этом году было выделено свыше 2,5 миллиардов рублей. Сюда вошли 5 улиц, ремонт которых закончат в 2023 году. Это проспект Ленина, переулок Вилюйский, улицы Паярково, Бабушкино и улица Винокурово. В этом году работаем на 28 объектах, общей протяженностью свыше 34 километров. Сейчас идут завершающие работы по устройству тротуаров, по устройству парковок, съездов. На данный момент мы стоим на одном из объектов. Это капитальный ремонт улицы Труда. Как вы видите, работы выполнены. Объект уже в эксплуатации. Горожане уже пользуются активно новой дорогой. Совместно с управлением архитектуры было выполнено, соответственно, дизайн, кодом. Вот такое необычное архитектурно-стилитическое решение. Также у нас улица Чеченка была проведена в нормативное состояние. Отремонтировали 2,7 километра улицы Чеченка. Протяженность участка 520 метров. Здесь установлены новые водоотводные полимерметонные лотки, которых в городе еще установлено не было. Сравнить с тем, что было тут раньше, не проехать было реально. А сейчас новая дорога, красиво, разрисована еще, удобно. И шеходам, и водителям. И хорошо, что сквозное еще открыли. Приятно удивлен был сегодня, заехав с Дзержинского на Труда. Давно ждали уже такой реконструкции. Просто удивился. Молодцы, ребята, дорожники, молодцы. Городу Якутску также стояла задача построить подъездные дороги к новому кардиососудистому центру, построить парковки. Работа была разделена в два этапа. Сейчас доступ к горожан максимально обеспечен. Подъехать можно со стороны кольцевой развязки Гемеин. Протяженность дороги свыше двух километров. Во-первых, она, конечно, качественнее стала. В ней ездить часы лучше. Кочек не ощущаешь. Остановки сделали очень удобно. Что можно укрыться. Раньше не было же остановок вот там. Поэтому я считаю, что очень хорошо сделано. Два автобуса не помещалось. Ну, помещалось как-то тесновато было. А сейчас все хорошо. Спасибо дорожникам. Все до зимы сделали. За 32 года очень много изменился город. Красивый стал. Не то, что 90-е годы, а в конце 80-х. Сейчас очень красивый город. Приятно жить здесь. По муниципальным контрактам на все виды дорожных работ есть гарантийное обязательство. Поэтому подрядчики понимают и соблюдают все правила по строительству. Срок гарантийного обслуживания от 4 до 8 лет. Ну, сейчас у нас введено в эксплуатацию 3 объекта. Улица Авиаторов, 3 Сосны, Федора Попова, Переулок Энергетиков. Ну, вот этот вот куст, мы его ввели в сентябре месяце. Далее нам предстоит поэтапно ввести еще 9 объектов. Начиная с Мархи и заканчивая Табагой. Активно работы ведутся сейчас на 13 объектах. Это установка дорожных знаков, установка линий наружного освещения и асфальтирования, примыкания, съездов. Ну, эти виды работы у нас появились в ходе строительно-монтажных работ. Дополнительные объемы работ они неизбежны. Поступают многочисленные обращения. Все эти обращения мы обрабатываем. Ну, и стараемся принять такое вот оптимальное решение, чтобы было удобно горожанам и, конечно же, всем выгодополучателям. Благодаря реализации национального проекта по результатам 2022 года мы придем к результату, 66% дорог в городе будет соответствовать нормативному состоянию. При начале реализации проекта в 2019 году этот показатель был порядка 33%. То есть в городе только треть дорог соответствовала нормативному состоянию. Мы за вот это вот короткое время отремонтировали чуть больше 130 километров дорог. Отремонтировали и построили новых. Вот за 4 года, что, безусловно, является огромным вкладом в развитие инфраструктуры города. Значит, по планам мы к концу 2024 года реализации национального проекта безопасной качественной дороги, утвержденной паспортом, должны прийти к показателю 85%. Появление благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий позволяет реально улучшить качество жизни людей. Главное – активное участие самих жителей и их желание видеть свой двор красивым. То есть мы приходим с первой версией проекта, который мы видим. Это топосъемка, на топосъемке расположение тех или иных элементов, где будет проезд, какая будет спортивная детская площадка, какие будут составляющие МАФ. Это называется соучастное проектирование. В каждом доме, в каждой спортивной площадке, в каждой детской площадке мы эту процедуру провели. Мы встретились с людьми, получили их реакцию, внесли это в проектно-смертную документацию. Безусловно, есть некие моменты, которые мы слышим, но не можем себе позволить, потому что это выходит далеко за границы установленных лимитов. Но, тем не менее, надо сказать, что все проекты мы делаем от пожеланий конкретных благополучателей, жителей того или иного двора. Качество городской среды является одним из конкурентных преимуществ в развитии города. И окружная администрация ставит перед собой смелые цели сделать Якутск комфортным домом для жителей, любимым местом для отдыха и самореализации гаража. Субтитры создавал DimaTorzok